МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Годы идут, времена меняются, а классика остается классикой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Toyota Land Cruiser 80 выпускалась с 90-го по 97-й годы, то есть первым экземпляром этого авто уже более 20 лет. Итак, восьмидесятка. Мечта многих следопытов и охотников – настоящий мужской автомобиль. Легендарная надежность, брутальный внешний вид и тракторные размеры узлов. Попробуем выяснить, насколько автомобиль оправдывает свой имидж и назначение. Современную историю Land Cruiser принято считать именно с 80-й серии. Машина получила крепкую раму и прочный кузов с толстым слоем металла, прекрасно защищенный от коррозии. Toyota Land Cruiser 80 предлагался в нескольких комплектациях. STD – базовая, GX – улучшенная, EVX – люксовая. Самый дорогой вариант получил широкий список бортового оснащения, а также качественные материалы отделки интерьера. Наша машина в люксовой комплектации с двигателем 4,5-206 лошадиных сил и автоматической коробкой передач прошла уже 306 тысяч километров. И пока обошлась без капремонта двигателя и коробки. Этот двигатель был в двух модификациях – с карбюратором и впрыском. Причем отличались они только системой топливоподачи. Эта машина с впрыском. Проблема карбюраторность в том, что карбюратор почти не ремонтируется. Собственники в основном предпочитали менять его целиком, благо он стоит недорого – порядка 12-13 тысяч рублей. В остальном двигатели ресурсны и надежны. Пробег до капиталки может составлять до 800-900 тысяч километров. Основными болячками на впрысковой версии являются потеющий насос гидроусилителя и клапан рециркуляции выхлопных газов. Ругают и ролик натяжителя ремня кондиционера, который стоит в нижней части двигателя и ловит всю дорожную грязь. Не выдержал испытания временем и клаксон. Он здесь неудачно расположен за решеткой радиатора и подвержен всем ветрам. У этой машины хозяин даже установил дополнительный. Меня немного удивляет скученность агрегатов с одной стороны. Думаю, что это доставляет неудобства при самостоятельных ремонтах. Дизельные моторы были объемом 4,2 литра, но они более капризны, менее ресурсны и дороги в ремонте. У первого 12-клапанного двигателя стоит отметить небольшой ресурс одноплужерного ТНВД, особенно на нашей знаменитой солярке. В остальном этот мотор является эталоном дизеля по надежности. Ресурс более современного 24-клапанного мотора снизился за счет наличия турбины и повысившейся мощности. Еще проблема. Ремень ГРМ как таковой. За всем механизмом нужен глаз да глаз, включая сальники, которые могут потечь и замаслить ремень. Очень редко, но встречается перегрев головки блока цилиндров с продутием прокладки или с трещинами между седел-клапанов. На 80-ке ставились как механики, так и автоматы. Автомобили с механикой имели только постоянный привод на задние колеса с подключением передка. Эти же модификации крузеров имели возможность исключать из работы передний мост, что делало машину просто заднеприводной. У машин с механикой иногда возникали заедания при переключении передач. Виной всему большие суммарные люфты в агрегатах коробки. Это выливается в стук и щелчки при трогании с места или перегазовках, особенно в городском режиме. А опытные водители компенсируют это умелой работой с сцеплением. Четырехступенчатый автомат проблем не доставляет и ходит минимум по 300-400 тысяч километров. Продлить его жизнь и сделать эксплуатацию почти вечной можно регулярной заменой масла и бережным использованием, то есть избегать резких стартов и плавно давить на гашетку при пробуксовках. Наша машина – настоящий внедорожник, на котором неразрезные мосты, прикрепленные к мощной раме, и кузов с прочным металлом, который мало подвержен коррозии. Я не видела машин, кузов которых так достойно выдерживают московские реагенты на протяжении 15 лет. Обратите внимание, что кузов машины почти не покрылся ржавчиной даже в местах царапин и вмятин. Серьезный плюс восьмидесятки? До сих пор на автомобиль можно купить все, причем в изобилии оригинальные и неоригинальные запчасти. А главное – цены вполне разумные. Частая болячка по ходовой просаживанию – это пробег 250-300 тысяч километров задних пружин. Еще порой в подвеске выходят из строя амортизаторы, и бывают проблемы с салонблоками. На примере этой машины я первый раз столкнулась с проблемами с ролевым демпфером. По-простому – это амортизатор, который сглаживает биение рулевого колеса. Если он вышел из строя, вы сразу это почувствуете. Без него машина становится плохо управляемой и норовит выпрыгнуть из руководителя в какую-нибудь сторону. Неоригинальный демпфер стоит порядка 4 тысяч рублей. В оригинале он обойдется вам от 7 до 10. Раздатка и блокировки требуют весьма аккуратного и квалифицированного обращения. Большинство проблем возникает из-за несоблюдения собственникам элементарных рекомендаций, как, например, категорический запрет включать блокировки на асфальте или пользоваться ими на скорости выше 8 км в час. Надо сказать, что о проблемах с ходовой части в случае с 80-м крузером стоит говорить только после сотен тысяч километров пробега. К тому же огромный плюс машины для поездок по полям и долам – это простота конструкции, значит, возможность полевых ремонтов. В народе «Крузер» получил название «Колхозный внедорожник» и «Кукурузер» не только из-за созвучности названия, но и из-за брутальной внешности и внутреннего убранства машины. Салон автомобиля очень прост, исполнение консоли рубленое. К тому же не стоит забывать, что модель была представлена на рынок в 88-м году, после чего и прогресс, и мода значительно ушли вперед. В 93-е годы обеспеченные хозяева этого престижного автомобиля устанавливали сюда дополнительные элементы комфорта и престижа. Например, сейчас вот этот мобильный телефон Nokia выглядит смешно и даже архаично, а тогда без него не обходился ни один очень крутой автомобиль. Сейчас, покупая поддержанную 80-ку, высоких требований к салону предъявлять не стоит. Смотрите на техническое состояние автомобиля. В простых комплектациях у «Лэнд Крузера» нет корректора фар. У нашей машины он есть, но, увы, не работает. Как, впрочем, и кондиционер. Заезжаем в сервис. Доверим наш Крузер профессионалам. Начнем с кардана. Так как машина не новая, с большим пробегом шлицы на кардане разбиваются. В принципе, это нормальное явление для большого пробега. Сальники раздаточной коробки подтекают. Опять же, все от старости. Саленблоки задней подвески в норме. Есть болезнь прокладки поддона АКПП. Это как бы часто встречающийся факт. Течь масла. Резинка, стабилизатор в норме. Сальник каленвала задний. Тоже от пробега вышел из строя. Передний кардан тоже самое с лифтом. Нужна будет замена. Амортизаторы в норме. Диски, колодки еще походят. Ну и сальник каленвала передний. Тоже подтекает. Тоже от пробега его ресурс закончился. А так особых болезней, в принципе, в машине нет. Все зависит от пробега. Глушитель проржавел и прогорел. От пробега, опять же, все зависит. В двух местах черное. То есть требуют скорой замены. Но так больше дефектов я особых не нашел. Натепление от температуры кончилось. Высохло. Ну, судя по чистоте мотора, сверху все хорошо. Ремни приводные в норме. Так, в принципе, все чисто и хорошо. Так, в целом, все хорошо, все сухо. Особых проблем, я думаю, здесь нет. В основном сальники коленвала подтекают. И, в принципе, больше проблем у таких не возникает по этому двигателю. Ну, если все уложить в свои места, провода и так далее, то, в принципе, в целом все здесь прекрасно. Приводные ремни надо подтянуть слабые. Но что-то тут подтекает. Скорее всего, маленькая течь радиатора. Потребуется в скором замена. Ну и все. И здесь больше я ничего страшного такого не вижу. Можно эксплуатировать автомобиль дальше. В общем, что сказать. По моторам, что по бензиновым, что по дизельным проблем не возникает никаких. То есть, моторы долго ходят и так далее. Единственное, что подтекают сальники коленвала и так далее. Что касается передних приводов на этих автомобилях, надо обращать внимание на то, что с пробегом они разваливаются, если давать эксплуатацию, нагрузку у машины большую. Поэтому надо на них обращать внимание. Вот, а так, в принципе, машина безболезненная. Долго убиваемая, долго ходит. Надо только смотреть за ней. Автомобили периода бурного накопления капитала середины 90-х редко кто там ожил честно. Особенно с таким объемом двигателя. Немаловажный момент при покупке Land Cruiser 80. Правильно оформленные чистые документы. Особенно проверьте номер двигателя и ВИН. К тому же, в те времена 80-ка была очень угоняема. Собственники ставили по несколько сигнализаций, но подчас и они не спасали их автомобиль. Будьте бдительными и проверьте с экспертом, не перебивались ли номера. Сейчас ситуация с угонами этого автомобиля намного спокойнее. В рейтингах он отсутствует. Наша машина оснащена двумя подушками безопасности. И если после стольких лет эксплуатации они еще остались на месте, то это немного скрасит печальную ситуацию с результатами краш-тестов Land Cruiser 80. И это лишнее доказательство того, что хоть наш автомобиль и достойно ведет себя на трассе, все-таки он является королем полей, а не дорог. На мой взгляд, 570 тысяч за этот автомобиль дороговато. А может быть и нет, если говорить о покупке мечты для настоящего мужчины.